Девушки отдыхают И что мне эти игрушки? Я настоящие деньги заработаю, как наш сегодняшний герой Ну, тогда полетели Сегодня в выпуске выясняем, как заработать много денег, делаем необычные подарки и угадываем города с банкнот Всем привет! Вы смотрите шоу-кшоу, передачу городского детского медиа-центра Куча Мала и национального телевидения Чуваши Сегодня у нас в программе юный предприниматель, программист, ученик 9 класса 2 школы Никита Тимофеев Привет, Никита! Устраиваемся поудобней И с самого начала инструктаж по технике безопасности Может быть, ты будешь немного шокирован, но это ничего, у нас же шок-шоу В общем, рассказывай, как ты зарабатываешь и на чем? Я занимаюсь программным обеспечиванием, это продвижение в интернете, создание сайтов, мобильные приложения, чат-боты и поддержка сервисов А почему ты с ноутбуком? С ноутбуком, я всегда с собой, друзья, шутят даже, но это мой личный такой талисман А это ты его на своей заработанной деньги купил или как? Это был подарок отца, вот, и я там начал изучать уже программирование Кто твои клиенты? Мои клиенты это салон красоты, художник, убить и студию Также бренд одежды Сей Сей Помимо своих проектов, я учусь и занимаюсь кванториуми города Чебоксары Там мы работаем над проектами с заводом Каскада, НПО, научно-производственную Также у нас есть свой проект курьерской доставки, который мы нацелены уже на рынок по Чувашской республике А интернет-магазин ты пробовал создавать? Да, это мы делали насчет косметики Многие девятиклассники плохо разбираются в программах, как долго ты обучался этому? В первом классе меня родители отправили вот так в радиокружок Я в первом классе сидел, паял схемы с паяльником, изучал основные законы физики по электротехнике А потом на различных конференциях я увидел, потому что у нас в Чебоксарах есть робототехника Занимался у учительницы Марии Петровны, это тоже дворец детского и юношеского творчества Я у нее занимался где-то 4 года робототехникой Там есть определенный конструктор Lego Mindstorms И на нем уже осваивал азы, делал какие-то свои такие проекты маленькие Робот, который ездит, управляется через интернет, можно гонять кота Ну а потом уже открылся технопарк И вот с открытия технопарка я дальше уже продолжаю там обучаться Сколько ты зарабатываешь на вот этом деле? Такой обычный вопрос, секретный, конечно Ну хорошо, где-то в среднем 10-15 тысяч В месяц Для себя, да Маш, это совсем неплохо для участия в школе А свои первые деньги ты когда заработал? Свои первые деньги? Ну это было тогда еще до создания сайта Моя цель была вообще Я всегда хотел, чтобы, ну, свои карманные деньги хотя бы получить сам Не просить их у родителей Вот, я там смотрел какие-то лакансии на Авито Там ходил расклеиваю листовки Ой, мне тоже очень хочется рассказать, как я заработал свои первые деньги Однажды мы с другом решили, так как мы телевизионщики, решили снять для одной знакомой и смонтировать видеоролик для конкурса Мы придумали идею, все сняли, снимали мы больше половины дня Потом еще друг монтировал И мы счастливые и довольные попросили 500 рублей Потом их еще разделили пополам Только потом, через некоторое время мы поняли, как дешево мы оценили свой труд Вот так Обычно люди с удовольствием с гордостью вспоминают, как они заработали свои первые деньги Получили свою первую зарплату, постарались Давайте посмотрим, как люди вспоминают о своем первом заработке Как вы сколько лет заработали свои первые деньги? Деньги, когда мне было 6 лет Потому что в 5 лет осталась без папы Взяла мотегу и пошли полоть и кукурузу в совхозе Курнарский совхоз технику А сколько лет трудовая работа у меня? Трудовая книга открыта А сколько вы заработали? Сколько? Но на велосипед и на школьную принадлежность все, от и до заработала В 14 лет я сдавал листовки Кого была ваша первая зарплата? Ну там же по договоренности, школу строили, мы там помогали, значит, такую подсобную работу делали После окончания 9 класса на эти деньги купил лыжный костюм, лыжи на жестком креплении, палки и так далее Ну лет в 9 в интернете У моего дедушки есть собственная компания, и он предложил мне там зарабатывать, то есть отправлять письма и всякие приглашения Вот, за час он мне платил, по-моему, рублей 200 Он знал, насколько я хочу заработать деньги, поэтому он платил мне намного больше, чем обычному сотруднику Как вы сколько лет заработали свои первые деньги? Когда я учила в школе, у нас была практика на производстве Я работала на заводе, и я помню даже сумму, за 3 недели я заработала 20 рублей Это было, сейчас скажу, в каком году, где-то в 68 году А на что вы потратили свои первые деньги? А мы как раз в том году поехали на саму Украину к маминой сестре И как раз на дорогу я маме отдала эти денежки и оплатили проезд Первый день я заработала, работая в пионерском лагере, мне было 19 лет А сколько вы тогда заработали? Наверное, тысячи три, что ли, две, где-то так было А на что вы их потратили? Ну, как и каждая девочка, на одежду В одиннадцать А каким способом? Землянику продавал То есть вы собирали в деревне землянику и ездили на рынок продавали? Нет, на дороге Вы смотрите шок-шоу, и мы продолжаем Сегодня у нас в гостях предприниматель Никита Тимофеев Тебе, кстати, больше нравится, бизнесмен или предприниматель? Думаю, предприниматель Почему? Предприниматель – это человек, который, если мы расшифруем слово, то человек, который предпринимает какие-либо действия Думаю, что мой бизнесмен, ну, не знаю, у меня в голове это ассоциируется просто человек, который там такой деловой проходит А, да, толстый детик такой Да, просто по делам Никита, расскажи, где ты учился вводить бизнесом? Продвигать его? Интернет? Ютуб? То есть ты сам учился, да? Да, то есть сам, если простым языком, то есть тоже гуглил, искал информацию А есть такая программа «Ты предприниматель»? Да, я поступил в программу «Ты предприниматель» где-то с сентября Это бизнес-инкубатор ЧБУ Там мы проходили сновы, бизнес-стратегию, бизнес-планирование Различные спикеры, психология, экономика Также законы проходили основные, на которые мы можем попасть при создании бизнеса Вот, и там тоже налоговая и бухгалтерия Какой конкретно полезный совет ты вынес из этой программы? Нельзя создать поистине хороший продукт, бизнес Идеей просто заработать деньги Идеей и мыслей, и мотивации для создания продукта настоящего должна быть Что ты изменишь чью-то жизнь Ты внесешь что-то новое И этим будут пользоваться люди и вдохновляться Никита, как ты продвигаешь свой бизнес? Это уже СММ идет Это продвижение в Инстаграме, в ВК Также уже продвижение СЕО Яндекс, Директ, Гугл, Двордс То есть поднимаем свой сайт в поисковике Вот, и таким способом мы повышаем конверсию сайта Или же по сарафанному радио То есть если ты хорошо сделаешь качественный продукт То тебя, естественно, порекомендуют уже другим А какая реклама лучше работает? Интернет или сарафанное радио? Знаешь, поистине хорошая реклама – это сарафанное радио Если компания занимается качественным выполнением своей услуги То просто уже такой откик идет людей, где советуют тебя И это очень приятно У тебя есть уникальный шанс прорекламировать свои услуги на всю Чувашу Мы, если что, поможем Хорошо Это Delight Delight.pro сайт Мы занимаемся созданием сервисов различных Мобильных приложений, чат-ботов Продвижения, СММ, Инстаграм, ВК, Фейсбук Подписывайтесь, находитесь в нашу группу И какой-нибудь злозный такой Сейчас У нас круто Я не знаю, что-нибудь такое Прекрасно Я считаю, это идеальное объявление Отлично Все говорят, что реклама – это двигатель торговли Вот вам наша реклама Не хочешь создавать деньги на ремонт? Выход есть! Чехол для телефона Твои деньги всегда с тобой Никита Скажи, все ли люди могут заниматься предпринимательством? Сложный вопрос Потому что у настоящего предпринимателя должна быть чуйка Такая и хитрость Как продвинуться и правильно создать свой продукт Даже правильно уметь распоряжаться своими деньгами Часто откладывать на продвижение Это уже, мне кажется, очень сложно На что тратишь? На что тратишь? Ну, знаешь Постоянно давит жаба такая Типа, вот Есть свободные деньги? Ты такой Ну, нужно, думаю Вот предлагаю, друзья, сходи там, не знаю, в кино Такой смотришь Блин, есть Может, не надо Может, оставить Может, чек-нибудь новую куплю там Еще подкоплю там Так, и постоянно вот это Ну, приходится иногда с этим бороться Чтобы себя как-то Сходить на какие-то развлечения А можешь дать кому-то в долг? Если попросит человек Нужно посмотреть сначала свой кошелек Только осторожнее Альманчик, молодой, дай, ручку позолочивай Красавец, какой! Ой, видишь, богатый будешь бизнесмен Хороший Точно хороший бизнесменом будешь Ой, скажи, пожалуйста Я хочу свой бизнес открыть Что мне сделать? Выгодно это открыть свои ноготочки Ноготочки? Ой, не, я пончики хочу на рынке продавать Пончики на рынке? Да Ну, а кто к тебе будет приходить? Ну, на рынке много всяких ходит А вот познакомлюсь с каким-нибудь бизнесменом Не, бизнесмен на рынке там Тогда давай с тобой тренинг устроим Ты будешь говорить, как стать хорошим бизнесменом А я на танцевале буду на заднем плане Ты думаешь, так легко танцевать, что ли? 75% тебе остальное Нет, наоборот 75% мне остальное тебе Ну, я же должен вложиться в рекламу Я должен тебя продвигать Давай 10 тебе, мне 90 А кто в тебя еще поверит? Я так и не погадала тебе Ой, видишь, много-много деток будет Раз, два, шесть Восемь деток будет у тебя Восемь Да, восемь Но одно условие будет До этого цыганку встретишь Умную, красивую, молодую Прямо как я Денег ей много дашь и все будет Давай, иди на работу Сходи К тебе на работу устроиться? Кем меня устроишь себе на работу? Я тебе предложила танцевать на заднем плане Раздавать визитки Сколько заплатишь? За одну визитку один рубль Да, я попрошенничать загадали Больше получаю Ой, неудобно с тобой работать Ой, денежки, короче, на карту переведешь Потом созвонимся Ну все, давай, пока Это была Лиза Храмба Она пыталась заработать деньги Не совсем честным путем Никита, а какой способ заработка Ты считаешь нечестным? Нечестным? Это, наверное, все-таки уже мошенники Которые обманывают людей В интернете, либо на улице Просто посылая смс Там, мама, я попал в аварию Перечисли мне денег Частые случаи Даже сам я попался недавно В день рождения я участвовал в конкурсе Это была группа ВК И мне пришло сообщение, что я выиграл Я обрадовался Говорит, вот ваш промокод Видите его на таком-таком сайте Закажите колонку И она достанется вам бесплатно Но вам нужно оплатить за доставку Я на эмоциях зашел Такого никогда не было Зашел, ввел промокод Такой, ну думаю, ну ладно 200 рублей доставка Вообще без проблем Оплатил У меня вышла ошибка То, что я не ту доставку оплатил Я такой, ну ладно Еще залью 300 рублей И так три раза было В итоге потом У меня приходит смс То, что деньги вернутся через Там сколько, 5 дней Через неделю сайт уже закрывается Вот многие люди зациклены на деньгах То есть они получают деньги Им все мало и мало Какую зарплату в нашем городе Ты считаешь нормальной? Ну, это смотрел уже по темпераменту человека Вот, если я, допустим, по себе судить буду То я думаю, в нашем городе Где-то в среднем 60-70 тысяч Это нормально Отличные зарплаты Это нормально Это отлично Нормально Это где-то в районе, думаю, 30-40 Предположим, ты столько заработал Во что вложишься? В биткоин Ты же сейчас пошутил? Нет Ну, сейчас как раз, когда он падает Я бы сейчас положился в биткоин То есть тебе больше нравится криптовалюта? Да Это за этим будущее И я думаю, скоро мы просто не увидим эти бумажные денег А какую бы валюту изобрел ты? Ааа, Джонс Коэн Почему? Ну, только сейчас в голову пришел Ну, это мой никнейм И псевдоним, грубо говоря А как он был создан? Ну, создан он был просто играя Придумывая ник для игры Ну, а в дальнейшем использовался как для своего блога То есть ты еще и блогер? Ну, статьи, пару статей пишу, да О чем ты пишешь? Ааа, я пишу о том, как я начинал Ааа, какой опыт я получаю И делюсь с другими людьми То есть о своей жизни Называется молодость ваша О! Я уже подумала подписаться А наши русские рубрики уважаешь? В последнее время горчон А знаешь, какие города напечатаны на банкнотах наших российских денежек? Какие города? Да Ааа, так А мы сейчас и проверим, знаешь ли ты это У Ксюши в руках банкноты разных номиналов На них напечатаны города России Если ты сможешь угадать, то ты большой молодец А собрать их можно будет? Нет, нельзя Ладно Мы начинаем 10 рублей 10 рублей Твои предположения? Вообще не помню, честно Ну я бы не сказала, что этот город очень популярен Начинается на первую букву моего имени Касанта? Нет И заканчивается на тоже первую Буква моего имени Да Засчитываем первую недальнюю Это Крест-Нагярск 100 рублей Это очень просто Водиос Людям что в первую очередь в голову приходит? Москва Да Правильно Молодец 200 рублей Это уже, как я помню, Севастополь Правильно 500 рублей Краснодар Нет Нет Бодиос Ток Нет Начинается на первую букву моего имени Полного А А Архангельск Правильно И последняя купюра 5000 рублей Вот вы загрузили меня Давай, давай Так Хабаровск Да Хабаровск Молодец, Никита Я бы справился гораздо хуже Никит, а ты делал когда-нибудь оригами из банкнота? Нет Ничего Сегодня ты и это узнаешь Внимание на экран Баня может, снимаю А Ой Здравствуйте Если у вас есть куча свободного времени или денег Или же вы просто хотите сделать оригинальный подарок, но деньгами У нас есть три способа, как красиво и оригинально сложить деньги Сложите купюру пополам, затем откройте Сделайте такие складки Сложите купюру пополам с задней стороны Сделайте складку нижней третьей банкноты Используя складки, сделанные в шаге номер два Сверните края внутрь Сложите купюру сзади еще раз Сделайте складки сверху, тем самым формируя воротник будущей рубашки Теперь нужно раскрыть верхний слой Это будут наши рукава Теперь ваша задача провести нижний край к верхнему Но будьте внимательны, так как для прочности конструкции Этот край нужно подложить в упор под воротничок И удерживая его, тем самым сделать финальную складку внизу Вот и рубашка готова Так как впереди Новый год, мы будем делать елочку Сложите вашу купюру вдоль и разогните Сложите поперек и тоже разогните Сложите правый нижний угол Он начинается от середины правой стороны и заканчивается серединой нижней стороны Сложите угол купюры по направлению вправо Точно так же сделайте с другой стороны И повторите все эти действия для верхней части купюры Сложите модель пополам, снизу вверх Сложите верхний слой вниз Расположение сгиба вы делаете на свое усмотрение Оно не так важно Можете сделать так же, как и у меня Сложите нижний кончик модели опять же на свое усмотрение Переверните модель И все, готовая денежная елка у вас есть Берем купюру, складываем пополам, затем раскрываем Теперь складываем купюру пополам, снизу вверх Правую и левую часть купюры складываем вверх Чтобы края шли рядом с центральной складкой Чтобы рисунок на сердце был ровным, его нужно вымереть Просто сопоставьте его, затем хорошенько прогладьте складку Чтобы зафиксировать изображение в нужном положении Переверните модель Теперь сложите верхнюю часть модели вниз Левой и правой части могут быть немного разные по длине Но это так и должно быть Визуально делим верхнюю часть на две равные половины Загибаем треугольники, как показано на схеме к центру Переворачиваем модель И все, у нас есть готовое сердечко Вы смотрите шок-шок и мы продолжаем Многие ребята считают, что бизнес это легкое занятие Как ты думаешь? Если найти к нему подход, то в принципе Мне кажется, если тебе нравится то, что ты делаешь Это как бы не то, чтобы даже легко Это просто интересно Это интересно Да, то есть ты просто уже попадаешь под эту волну И вливаешься как-то И ты даже не заметно, что даже тяжело порой А как твои родители относятся к тому, что ты вот это делаешь? Ты учиться вообще успеваешь? Знаешь, бывают много трудностей со школой Потому что совмещать, как и проекты, допустим Которые идут уже научные Это вот так же от Кванториума Помимо этого другие проекты уже по работе И еще учеба Вот еще сейчас, еще экзамены в УГ И на самом деле это очень тяжело все складывать Свободного времени все остается все меньше и меньше Но я стараюсь в это свободное время как-то Допустим, сэкономить в поездке Можно прочитать какую-нибудь статью новую Чему-нибудь обучиться Это просто тайм-менеджмент уже получается Значит, родители ворчат все-таки? Родители все-таки ругаются Да, то, что вот прихожу, бывает иногда поздно домой Вот, насчет этого иногда бывает Но я думаю Ну и я рад, что они понимают Что я занимаюсь как раз над проектами, работаю Многие люди хотят заработать деньги из ничего Вот пример Дегустатор корма для животных Люди обладающие исключительным вкусом и нюхом Зарабатывают на этом примерно 40 тысяч в год За то, что он проверяет, не попали ли косточки или хрящи В корм для животных А сейчас мы посмотрим, какими необычными способами Можно заработать по мнению малышей Рубрика «Взгляд снизу» Соня, привет! Как ты думаешь, как можно заработать? Я думаю, что надо стучаться по квартирам и спрашивать У вас что-нибудь болит И лечить Только как доктор? Ну, это домашний доктор А люди в квартирах, о чем еще могут у тебя попросить? Суп створить, обои наклеить, стену покрасить, стульчик починить И сколько ты на этом можешь заработать? Если я помогу во всем, то, наверное, получу тысячу Я бы одела свою некрасивую дырявую одежду Вдела бы коробочку, вышла на улицу и притворилась бомжиком Но это же получается обман Ну да Так разве можно деньги зарабатывать? Ну, я думаю, что да Если никто не узнает, то, что ты нормальный человек Самый крутой бизнес, это тебе выбить зубы и тебе передать деньги А сколько она десет? Ну, не знаю, наверное, тысяча За один зуб? За десять зубов А у тебя зубы-то останутся? Как ты потом будешь жить? Чуть-чуть Как бы ты заработала много-много денег необычным способом? Я бы чистила клавиатуру у людей Ведь они очень сильно пачкаются Я бы стояла в очередях вместо других людей, которые не любят стоять в очередях Как ты думаешь, сколько эти люди готовы заплатить? Ну, они, наверное, заплатят рублей пятьсот За пятьсот рублей люди сами в очереди постоят Надо делать то, что сами люди не любят и не могут делать А это что, например? Например, убирать за животными Лоток у кошек убирать Отличники могут списать домашку только за деньги Главное, чтобы они не жадничали А то даже одного рубля не получат А если ты так всем подряд будешь домашку продавать? Все станут глупенькими Тебе их не жалко? Если они станут глупенькими, тогда я их буду сама Самовольно учить Можно превратиться в лошадку и катать Младшую сестрянку на спине И пусть родители мне за аттракцион платят А ты бы хотела купаться в золоте? Нет, в нем, наверное, очень тяжело купаться И оно очень жесткое Вы смотрели шок-шоу Про городского детского медиа-центра Куча Мала Пишите нам, лайкайте нас с хэштег Куча Мала круто всегда Пока-пока! Ой, не нашла я себе работу Готова за рубли в стофки раздавать Да? Да А теперь за пятьсот копеек Ну, ты же ушла